Привет, Самара Гис! Сегодня я прочитаю вам стихотворение Ярослава Смелякова. Называется она «Хорошая девочка Лида», но будет переделана под меня, потому что я считаю, что оно меня характеризует полностью. Вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет. Хорошая девочка Катя на улице школьной живет. Ее золотые косицы затянуты, будто жгуты. По платью, по синему сицу, как в поле мелькают цветы. И вовсе представьте неплохо, что рыжий пройдоха апрель Бесшумный пыльцой веснушек усыпал ей утром постель. Не зря с одобрением веселым соседи глядят из окна, когда на занятия в школу с портфелем проходит она. В оконном стекле, отражаясь, по миру идет не спеша «Хорошая девочка Катя! Да чем же она хороша? Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится и с именем этим встает. Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, «Хорошая девочка Катя!» в отчаянии он написал. Не может людей не растрогать мальчишки упрямого пыл. Так Пушкин влюблялся должно быть, так гейна, наверное, любил. Он вырастет, станет известным, покинет пенаты свои. Окажется улица тесной для этой огромной любви. Преграды влюбленному нету, смущение и робость – вранье. На всех перекрестках планеты напишет он имя ее. На полюсе южном – огнями, пшеницей в кубанских степях, на русских полянах – цветами и пеной морской на морях. Он в небо залезет ночной, все пальцы себе обожжет. Но вскоре над тихой землею созвездие Катя взойдет.